Свободная тема 847-400-5200-400-5200 И участвуйте в разговоре Борис Я вас приветствую, вам слово Дмитрий, добрый день, здравствуйте всем Вот смотри, Дмитрий, как быстро лезет время Приблизительно год назад мы с тобой говорили Мы с тобой говорили о семье президента Трампа и о нем самом Около месяца назад мы с тобой говорили в этом эфире О разделении властей и возможном нарушении К чему приводит нарушение разделения властей Месяц назад без немножко Случился саммит между президентом Соединенных Штатов Америки и Российской Федерацией Ну так вот Давайте теперь бросим ретроспективный взгляд на встречу в Хельсинки Между прочим, этот город был основан шведами, а не финами в 1550 году Итак, глянем, чего ожидали, пророчили и как интерпретировали результаты этой встречи в верхах Но вначале скажем несколько слов о власти, вернее четвертой власти Так называемой четвертой власти Посмотрим, к чему приводит разбалансировка системы под названием check and balances То есть сдержек и противовесов Но вначале зададимся вопросом А что же такое власть вообще и что такое четвертая власть? Итак, пара слов о власти Власть это возможность и способность навязывать свою волю Воздействовать на деятельность и поведение других людей Даже вопреки их сопротивлению Власть это возможность и способность Оказывать воздействие на поведение других людей Подчинять их своей воле различными методами Чаще всего, между прочим, считают, что власть держится на силе И что сильный всегда управляет слабым Готов поспорить на эту тему Между прочим, когда женщина смотрит на тебя умоляющими глазами То ты запросто сдаешься А уж когда ребенок рыдает То ребенок управляет тобой, а не ты ребенком Власть одного человека над другим или группой людей Реализуется очень разными способами Ну, например, страхом Или доверием Замуждением Или авторитетом Взаимными договоренностями Или чувством долга Догмами Законодательными нормами И так далее, и так далее, и так далее Например, угрозы, выгоды, обещания И даже подкуп Это вот все власть И об этом можно говорить долго-долго Но мы поговорим сегодня о другом Итак, поговорим о четвертой власти По-английски это называется The fourth estate Or Force power В русской традиции это называется Четвертая власть Или власть пресса Словосочетание возникло Довольно давно И В общем-то спорно, кто первый употребил То ли Томас Кармайл А другие утверждаются Жан-Жак Руссо В смысле Прессы То есть влияние пресс на социум Первым Употребил Этот термин Знаменитый Насмешник Знаменитый писатель И один Из самых влиятельных социалистов Оскар Уайлд Вот Ну, сегодня четвертая власть Это Средства массовой Такие средства массовой информации Как Газеты, журналы, телевидение, радио И Интернет В общем И социальные сети в частности Такие как Телеграм, Фейсбук Твиттер И Вконтакте И так далее, и так далее Их сотни И вот представьте себе Такую Ситуацию Если пресса Встают Вот у нас В нашей стране Двухпартийная система То есть Республиканская партия Это конгломерат Нескольких объединений И демократическая партия С другого конца Политического спектра Которая также является Конгломератом И очень своеобразным Других объединений Противоположных Так сказать Предыдущему И вот представьте себе Что если Эта четвертая власть Становится на сторону Одной партии Угадайте с одного раза Какая из партий Получит преимущество Проиллюстрирую Я посмотрел интернет И нашел Такой список Из 25 Самых тиражных Изданий США Я имею ввиду Такие издания Как USA Today The Wall Street Journal The New York Times Los Angeles Times Chicago Tribune И так далее И так далее Из этих 25 Из этих 25 Тиражных Изданий К правому спектру Относятся только две The Dallas Morning News И Houston Chronicles И довольно Средняя такая Очень действительно Сдержанная Газета Как The Wall Street Journal Естественно Естественно Артикуляция И заявления Остальных Медийных Средств Массовой информации Более как бы Значимы Более Распространены Более Распространены И вот Хочу сказать Еще Несколько слов О четвертой власти То есть О журналистике Вообще И медиапространстве В частности Во-первых Медиапространство Защищено Первой поправкой США О свободе слова Во-вторых Еще два юридических Акта Защищает Медиа А именно NDA То есть Non-Discosure Agreement Вообще В первую очередь Это NDA Защищает Так сказать Кастомера Если ты идешь К адвокату То адвокат Не имеет права Разглашать То что ты ему Сказал Впрочем Мы встречаем Да только что Встретили Как Бывший Адвокат Мистера Трампа Слил На CNN Записи Магнитофонные Записи Которые он Не имел Права Кстати И делать И наконец Третье Третье Что защищает Медиа Это так Называемая Журналистская Привилегия Этот акт Вернее Этот законодательный Акт Провела Демократическая Партия После Ватергейского Скандала Этот акт Сводится Собственно говоря К следующему Неразглашение Источника Информации Журналистами Ни судебная Ни властная Структура Не могут Даже потребовать От журналистов Раскрыть Источники Информации Представляете Какие возможности Для слива Информации Либо с одной стороны Политического спектра Либо с другой стороны Политического спектра И ничего Нельзя Сделать Вот эти вот Три Юридических Акта Защищает Четвертую власть От любых Пополновений Практически Невозможно Выиграть В суде У прессы Зададимся Вопросом А хорошо Это или плохо Я бы Ответил так И да Хорошо И да Плохо И да И нет То есть Медиа Она Выполняет Роль Оссенизатора Смотрит Вокруг Кто что Нарушил И правильно Делает Сколько Политических Карьер Рухнуло Под напором Медиа Даже не Пересчитаешь А сколько Сенаторов Губернаторов Села в тюрьму Благодаря Журналистским Расследованиям Даже не Пересчитаешь Хорошо Это или плохо Конечно Неплохо Даже я бы сказал Отлично Но с другой стороны Вы вспомните Прошлую передачу Когда мы с вами Говорили О сдержках И противовесах А с другой стороны Есть ли у права На медиа Вроде бы нет Совершенно нет И это плохо Потому что это ведет К безответственности Это ведет К витку Который Который Порождает Коррупцию Итак Безответственность Ну я проиллюстрирую Это вот Несколькими Примерами Есть Есть у меня Окей Примем звонок А потом продолжим Давай Примем звонок Здравствуйте Орхим Подложите только радио Поговорим Да здравствуйте Здравствуйте Добрый день Не совсем Алло Меня слышно Да Слышно Я не уверен Что это совсем так Потому что Во первых У права на это Все есть Первое Поправка Естественно Есть И Журналистская Тайна Есть и так далее Но Здесь есть такое Одно в законе Что если это Угрожает жизни Человека Или людей То это не подлежит Вскрытию Это первое Насколько я знаю Опять таки И второе Можно ли судить Мидию Конечно можно Миллион прецедентов Когда Мидия Повещала Лживые факты Лживые результаты Расследования Просто судили И На очень большие деньги И просто Для издания Самоволь Это не деньги Даже Это репутация Поэтому Я не уверен Что это так На самом деле Спасибо Послушаю Спасибо за вопрос Опять таки Вы и да Правы И опять таки Не правы Вот например Сотрудники Белого дома Во время Каденции 44 Президента Слили В прессу Кто Кто Показал И каким Образом Было показано Где скрывается Осама Бен Ладен Это хорошо Или плохо А между прочим Врача Который Предоставил Эти Сведения Запытали До смерти В пакистанской Тюрьме Посмотрим Еще раз Судить можно Или нельзя Конечно Можно Я и сам Сказал Что можно Я сказал Что отсудить Что либо Трудно У них Вот это Вот я сказал А кроме того Скажем Если на первой Странице Нью-Йорк Таймс Печатают Разоблачительную Статью То потом Опровержение Печатают На 32 Старую страницу Мелким Шрифтом Это хорошо Или плохо Это ответственность Или безответственность И вот о чем Я говорю А теперь посмотрим Я хотела Пауза подошла А ух ты А я Все в порядке Ничего страшного Хорошо Продолжим После перерыва Продолжим После перерыва Дорогие друзья Оставайтесь с нами Звоните Принимайте Участие В разговоре Мы с удовольствием С вами Побеседуем Дорогие друзья Мы продолжаем А дело в том Что помимо всего прочего Вы можете Если стесняетесь По каким-то причинам Позвонить нам В прямой эфир Вы можете Поучаствовать В чате Оставить свои сообщения Вот на этом самом Ютубе Где идет Прямая трансляция Видеосигнала Из нашей студии Там есть Справа Топ-чат Я думаю Все это прекрасно знают Как это работает Оставляйте там Свои комментарии Или вопросы И мы с удовольствием Ответим И на них тоже В прямом эфире Нашей передачи А конечно же А лучше всего Нравится передача Или не нравится Да А лучше всего Лучше всего Конечно Наберите номер 847-400-5200 400-5200 И задайте свои вопросы Борису В прямом эфире Радио Народная Малычка Борис Давай продолжим С удовольствием Итак Значит Ответственность Или безответственность Правда Или ложь Вот смотрите Я не навязываю свое мнение Вы сами решайте Правильно это было сделано Или неправильно Есть такая Российская журналистка Карина Армова Выдающийся деятель Медиапространства Алексей Венедиктов Спас ее И она сейчас живет И работает в городе Вашингтоне Но тем не менее Она воспринимает Наших президентов Как своих И всей душой На стороне Демократической партии Ну и слава богу Она имеет право На свое мнение Однако Что она написала В одном из своих блогов Почти сразу После выборов Президента Соединенных Штатов Вы думаете Она обругала Сразу Дональда Трампа Отнюсь Первое что она сделала Она Обругала Его жену Значит В середине Текста Там был Такой пассаж Что Она То есть Мелания Трамп Нравилась ей больше До пластической операции Да ей то какое дело А далее Она писала Она говорит По английски С чудовищным акцентом Ее словарный запас Английского языка Не превышает 200 слов А ведь это ложь Мелания Трамп Еще до переезда В США Она сумела Организовать Довольно Прочветающий Многомиллионный Бизнес В Европе Мелания Трамп Свободно Говорит На пяти Языках Включая Английский Ну например Жена Трампа Во время Его первого Визита Говорила По французски С президентом Франции И его женой Без переводчика Жена Трампа Говорила По немецки С канцлером Федеративной Республики Германия Жена Трампа Также говорила Без переводчика С понтификом Католической церкви Франциском Но пресса Об этом Помалкивает Так вот У меня вопрос То Что пресса Помалкивает О том Что жена Трампа Говорит на пяти языках Это ложь Или правда С одной стороны Правда Потому что Они ничего Не говорили Против А с другой стороны Ложь Потому что Они об этом Не говорят Но тем не менее Давайте-ка мы Господа Вернемся К встрече Двух президентов В столице Финляндии Опустим их Медиакратические Возможности И так Встреча Встреча В Хельсинке Кто С чем Туда подходил И кто Чего добился А так же Как Эта Встреча Освещалась Вот Вот Сами Посудите Опять Не навязывая Своего мнения Решайте Сами Кто Вам Ближе Человек Закончивший Военный Каунж В Нью-Йорке И думающий О разоружении Или Человек Закончивший Высшую школу КГБ И думающий Только о том Что О продолжении Переговоров Вот Это Такая Моя Вводная А вы Уж Решите Сами Кто Ближе Вспомните Сколько У нас Стран Обладающих Ядерным Оружием Это Соединенные Штаты Это Россия Это Китай Индия Пакистан И примкнувшая К ним Недавно Северная Корея А А также Израиль Который Не подтверждает Но и не Провергает Владение Своим Ядерным Оружием Англию Перечислил Нет Англию Францию Да Я Самый Пропустил Так вот Мы Перечислили Несколько Стран 90% Ядерного Оружия 90% Ядерного Оружия Находится В руках Двух Государств Соединенных Штатов И Российской Федерации Задайте себе вопрос Хорошо или плохо Встретиться и поговорить О разоружении О том Чтобы хотя бы Уничтожить Ну например Процентов 20 Ядерного Арсенала Хорошо это или плохо Думается Думается что Хорошо В одной из наших Передач Дмитрия Я рассказывал Об Стране Чучхэ И говорил Что Северная Корея Владеет От 5 До 6 Ядерных Зарядов Если По несчастью Не то что 6 этих Или 5 Ядерных Зарядов Будет Взорвано На территории Только на территории Северной Кореи То мало Не покажется Никому Ни Китая Ни Южной Кореи Ни Российская Федерация Ни Япония Да всему миру Мало не покажется Вполне запросто Может наступить Такая катастрофа Которая в физике Называется Ядерной зимой Вот что такое Ядерное оружие Вот о чем писал Вот о чем писали И говорили И утверждали Что страна С ядерным оружием Она непобедима Потому что Могут проиграть Все и сразу Итак Снова Хорошо или плохо Будем встретиться И поговорить О разоружении Я думаю Что совсем неплохо А скорее Даже хорошо Тем не менее Тем не менее Значит Если мы посмотрим На прессу Как русскоговорящую Так и иностранную То увидим Совершенно фантастические Утверждения Вот Итоги Квинтэссенции Российской Прессы Я Для вас Господа Сейчас Процитирую Это коротенькая Фраза Из Статьи Господина Пиантковского Опубликованного На сайте Радио Свобода И так он пишет У меня нет никаких Сомнений Путин успешно провел С клиентом Спецоперация И никакой ответственности Да провел А уж что говорят Российские СМИ О президенте Соединенных Штатов Я не говорю О их президенте А о президенте Чужой страны И здесь мы Здесь Просто В каких-то Удивительных Объятиях Сплелись И Про кремлевские Медиаресурсы И Оппозиционные Так сказать Медиаресурсы Трамп Я даже не буду Говорить Кто это сказал Потому что Это не важно Трамп думает Половина мозга И к этому Вообще говоря Присоединяется И ироничный Невзоров И насмешник Белковский И многие 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 Другие Сотрудники Центра Карнеги Например В Москве Говорят Приблизительно То же самое А ведь Это они Говорят О президенте Совершенно Другой Страны А далеко Не о президенте Своей Страны Ну ладно Посмотрим Что пишет СМИ О встрече В Хельсинки Я считаю Что Квинтэссенция Выражена В статье Франкфурта Ангемайн Зайтинг Они пишут Следующее Оппозиция В Соединенных Штатах Америки В преддверии Второго саммита Требует От Трампа Рассказать О чем Конкретно Шла речь В ходе Встречи За закрытыми Дверями В столице Финляндии Говорят Кстати По словам Лидера Сенатской Оппозиции Демократа Чака Шумера Впредь Трамп Не должен Встречаться С Путиным С глазом на глаз Ни в США Ни в России Ни где бы то ни было Еще А ведь Между прочим Господин Шумер Он юрист И прекрасно Должен знать Что По конституции Соединенных Штатов Внешнеполитическая Деятельность Не подчинена Конгресса Это прерогатива Правительства Так что Я поражаюсь Как Каким образом Юристы В общем то Не Уважают Закон Чаку Шумеру Вторит The Washington Post Который Говорит Самая Значительная Победа Путина Стала То Что У него Наконец Появился Партнер В Белом Доме Который Верит В его Версию Событий И которого Не надо В этом Обеждать И Продолжает The Washington Post Цитирую Теперь Теперь у Господина Путина Есть то Что он Хотел Свой Человек В Белом Доме Ну Не знаю Насколько Это правда Насколько Это неправда Я думаю Что это Неправда И я вам В конце Скажу Почему Я так думаю Или Скажем Есть такая Вполне Взвешенная Весь Так Есть такой Вполне Взвешенный Медиаресурс Под названием Политико Политико Со всем Полным Духом Так Называется Материал Опубликованный На этом Сайте И Они Цитируют Неназванный Источник И звонок Окей Примем Звонок Здравствуйте Вы в эфире Здравствуйте Добрый день Пожалуйста А эти Средства Так называемой Информации Пишут Какой части Молфа Думает Путин Об этом Вообще Ничего Не пишут Я Цитирую Только То Что Написано Понимаете Российский Людоед По моему Вообще Думает Не можем О тем Местом На котором Сидит Потому Что Все Его Успехи Так Сказать В Пространстве Он Добился Только Противоположного Украина Была Дружественным Государством Как Говорится Еще Чуть Чуть Поднажать И Они Почти Болж Упали К нему Шапку На Крещатике И Ну Вот этих Детей Когда избили И получил Врага Это Понимаете Это чем Надо было Думать Из Дружественной Страны Получить Врага Поэтому Не надо Говорить О том Чем Думает Трамп Трамп Слава Богу Думает Тем Чем Нужно А Вы К вам Просьба Поменьше Цитируйте Идиотов Спасибо Но Это Это же Образовательная Передача Я же Не навязываю Никому своего Мнения А Насчет Того Что Господин Путин Окружил Российскую Федерацию В общем-то Недружественными Государствами Да Я об этом Рассказывал Вот Совсем Недавно Я опять Побывал В Грузинской Республике И скажу Что Эта Страна Которая Веками Буквально Веками Была Одной Из самых Дружественных По отношению Как Российской Империи Так Даже Несмотря На события На Проспекте Ростовели Которые Произошли При Горбачеве Все равно Оставалось Дружественной А сейчас После Известных Событий В Грузии За исключением Старшего поколения Многие Не говорят По-русски Это в стране Где По-русски Говорили Все Без исключения Даже В глухих Деревнях В Сванете Всегда были люди Которые Да Понимали И Хотя бы Немножко Но говорили На русском Ну вот так Да Я с вами Согласен Что делать В Библии Сказано Что Каждый народ Заслуживает Того правителя Которого Имеют Однако Продолжим Значит Вот что Пишет Политико Ссылаясь На анонимный Подчеркиваю Источник Люди Попросту Подавлены Сказал Один Республиканец Приближенно К Белому Дому Никто Не хочет Подставляться Под гнев Общественности У нас есть еще Телефон Хорошо Продолжим Разговор Здравствуйте В эфире Здравствуйте Добрый день У меня к вам вопрос По Кореям Если можно Ответите Пожалуйста Скажите Сколько На территории Южной Кореи Находится Атомных Электростанций Пожалуйста Не отключайте Я потом Задам Следующий Вопрос Если вы Ответите На этот Вы знаете Я Не знаю Честно вам Скажу Я не знаю Сколько Атомных Электростанций Находится На территории Республика Корея На территории Северного Соседа Находится Два Ядерных Источника Построенных А на территории Южной Кореи Вы не знаете Сколько Нет Не знаю Вопросов Больше нет Тогда Благодарю Да не за что Всегда Пожалуйста Кстати Надо будет Мне посмотреть По моему Я Побоялся Отвести Но по моему Законодательно Чуть ли не Законодательно На территории Южной Кореи Запрещено Строить Ядерные Электростанции Борис У нас Время Очередной Рекламной Паузы Давайте Прервемся Ненадолго Дорогие друзья Мы Оставайтесь С нами Впереди Много Интересного И присоединяйтесь К нашему Разговору После Информационных Объявлений На радио Народная Волна Чикар И мы Значит По поводу Ядерных 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 Вопрос На который Не сумел Ответить Перед Самой Рекламной Паузой Ну Тем не менее Продолжим Значит Мы Остановились На том Что Медиаресурс Политика Ссылается Опять-таки На Анонимный Источник Который Якобы Утверждает Что Люди Подавлены И готовы Уйти Все в отставку Из Белого Дома Все как один Дружными рядами Правда Это или неправда Мы Не знаем А политика Нам не раскрывает Этот самый Анонимный Источник Поэтому Как хотите Так и Относитесь Мне кажется Что это В значительной Степени Не соответствует Действительности Итак Еще раз Давайте Вернемся К У нас Времени Так много Давайте Вернемся К Встрече В столице Финляндии Городе Хелсинки Значит Как известно Большая часть Встречи Прошла За закрытыми Дверями А потом Была совместная Пресс-конференция На которой Трамп На мой взгляд Допустил Чудовищный Ляп В дальнейшем Этот ляп Был Дезавуирован С самим Президентом Соединенных Штатов Во время Своей встречи С журналистами В Белом Доме Когда Он сказал Что Он Оговорился И вместо того Чтобы Он заявил I would trust Мистер Путин А в то время Как он хотел Сказать I would not Trust Мистер Путин И здесь Конечно Огромная разница В том что Я доверяю Или я Не доверяю Президенту Российской Федерации Кстати говоря Немножко Погодя А именно 30 июля Во время Встречи И дальнейшей Пресс-конференции С премьер-министром Италии Отвечая На вопрос Корреспондентки Карьера Которая Его спросила Господин Президент Будут ли Отменены Экономические И другие Санкции Против Российской Федерации На что Трамп Ответил Коротко И Определенно Нет Санкции Останутся Неизменными Это был Беремейн 28 Июля Наш Посол Никки Хейли Посол В Организации Объединенных Наций Заявила Во время Интервью Хаффингтон Пост Россия Наш Стратегический Противник Подчеркиваю Это было сказано После Встречи В Хельсинки Правда Мы должны Хай Правда Мы должны Заметить Что Она Не назвала Россию Врагом А Она Назвала Российскую Федерацию Стратегическим Противником Это Большая Разница Ну так Вот Я хотел Хотел бы Задаться Таким Вопросом Да и Вам Его Задаю Как Вы Считаете Если Встреча Прошла За закрытыми Дверями Можно О ней Что Либо Сказать Или Нельзя Я Думаю Что Вообще То Вообще То Можно Кое Что Не Все Но Кое Что Да Можно Сказать О том О чем Пытались Пытался Говорить Трамп И о том О чем Пытался И говорил Господин Путин И вот Каким Образом После Встречи С закрытыми Дверями На Которые Присутствовали Помимо Президентов Только Два Переводчика Была Еще Одна Встреча Во время Такого Ланчтайма И я Обратил Внимание На То Кто Кто Сопровождал Президента Нашего Государства И кто Сопровождал Президента Российской Федерации Со стороны Господина Путина Присутствовали Только Дипломаты Во главе С этим Всем известным Матершинником Господином Лавровым А вот Со стороны Господина Трампа Присутствовали Не только Дипломаты Например Клава Нашего Министерства Иностранных Дел Господин Помпео Но и Генералы Другими Словами Состав Людей Которые Сидели Друг Против Друга После Подчеркиваю Которых Мы увидели После Того Как Переговоры Довольно Длительные Кстати Прошли За закрытыми Дверями Мы увидели Две Разные Команды С одной Стороны Только Дипломаты С другой Стороны И дипломаты И военные Из чего Можно сделать Опосредованный Выбор Прошу Прошу Прощения За оговорку Опосредованный Вывод Значит Российская Федерация Явно Стремилась К тому Чтобы Были Переговоры И это Хорошо Но Переговоры На дипломатическом Уровне К чему Приводят Переговоры На дипломатическом Уровне Неподкрепленной Силой Мы видим На примере Последних Минских Соглашений Финальный Документ Этих Переговоров Выражен В так называемых Минских Соглашениях Которые Можно трактовать И так И это Как хочешь Так и трактуй Что бы Вначале Яйцо Или курица Курица Или яйцо Вот это Вот Есть Квинтессенция Минских Договоренностей А вот Со стороны Соединенных Штатов Присутствовал Совсем Другая Команда Да Там Присутствовал Присутствовал Дипломат Можно сказать Верховный Главнокомандующий Наших Дипломатов Но Также Присутствовали Военные То есть Мы То хотели Мы Соединенные Штаты Хотели Говорить Об Разоружении Приоритетная Задача Именно Было Разоружение Или Хотя бы Попытка Договориться Хоть Немножко Сократить Ядерные Арсеналы В то В то Время Как С противоположной Стороны Противоположная Сторона Стремилась Просто К тому Чтобы Были Переговоры Вот А сами Решайте Что Лучше Президент Который Стремится Выпускник Нашей Нашего Военного Калнажа В Нью-Йорке И который Стремится К разоружению Или Президент Выпускник Высшей Школы КГБ Который Стремится К Переговорам Что Лучше Президент Который Создает Рабочие Места Или Президент Который Ведет Свою Страну Назад В будущее Обратно В социализм Обратно Советский Советский Союз Я не Знаю Что Лучше Каждый Народ Выбирает Своих Президентов И каждый Решает Сам Вот Таковы Мои Такие Краткие Выводы Таковы Мои Таково Мои Краткое Обозрение По поводу Прессы По поводу Встречи Двух Президентов В столице Нейтрального Государства Финляндии Есть у нас Еще один Звонок Борис Напоследок Очень хорошо Здравствуйте Вы в эфире Здравствуйте Борис Я не могу Понять О чем Вы Набор Простых Слов Когда-то Нибудь Вы слышали От Путина Например Я слышал О том Что он Говорил Что Реанимировать Советского Союза Реанимации Не будет Он только Говорил О том Что Это Большая Трагедия Когда Распался Советский Союз Но Никакой Реанимации Не будет Именно Поэтому Вы Возродили Пенсионный Возраст Это Социализм Что ли В России Подняли Пенсионный Возраст Как на Западе Или Ликвидировали Всех Олигархов А во первых Вы знаете Что Минские Соглашения Ратифицированы Советом Безопасности ООН И это Документ Первой Важности Который Принят К обязательствам А вы Говорите Трактовать Его Так Как Или Не так Я Не понимаю Вы вообще Думаете Что вы Говорите Иногда Я думаю Всегда Я думаю Всегда И вам Советую А если Не нравится То что Я говорю Так не Слушайте Не Слушайте Кто Вас Заставляет Совершенно Не понимаю Этих Ваших Филиппик Кроме Того Надо Меньше Слушать Передачи Господина Славьева Вы Наверное По Английски Совсем Не Говорите Не Читаете Англоязычную Прессу Читайте Сравнивайте Кто Вам Мешает Если Если Вот Если Вот Всей Душой Горите И Сочувствуйте Российской Федерации Кто Ж Вам Мешает Поехать Туда Алло Добрый Добрый День Могу Я Сказать Пару Слав Да Так Нужите Звук Вашего Радиоприемника Я Слышу Эхо Конечно Добро пожаловать в эфир Здравствуйте Оба У меня Есть Одно Маленькое Замечание Одно Маленькое Дополнение Замечание Извините Не надо Тратить Время На таких Предыдущих Ораторов А второе Очень Очень На мой взгляд Интересный Факт Который Все До Единого Пропустили И Та пресса И Это пресса Что угодно Значит Когда Трамп Встречался С Путиным Там Были Два Переводчика И Наша Переводчица Перевела Неправильно То Что Сказал Трамп Трамп Я не помню В каком Конфекте В самом Начале Я сказал Что Our Mutual Friend Имея Ввиду Китайского Премьера Да А они Перевели Просто Как Китайский Премьер Ну Вернее Президент Наверное Но это Синхронный Перевод Это Могла Быть Просто Оговорка Ну Вообще Говоря Я бы Сказал Что Это Две Большие Разницы Получается Общий Друг Или Друг В общем То Все равно Друг Большая Разница В общем И Спасибо Большое Спасибо За звонок Ну Тем не менее Я скажу Что Противоположные Мнения Они хороши Хорошо Что Позвонил Предыдущий Оратор Сказал Что Он Возмущен Моим Выступлением Добро Пожалуйста Здравствуйте Возмущайтесь У нас Последний Наверное Сегодня Звонок Здравствуйте Вы в эфире Говорите Пожалуйста Если Вы нас Слышите Нет К сожалению Человек Нас Не Слышит А Времени Уже Не Осталось Ну Что Борис Давай Попрощаемся Давай Что Какие То Итоги Подведем Итог Мой Прост Всякое Отклонение Сдержек И Противовесов Если Говорить О Прессе Это Плохо Потому Что Пресса Практически Переродилось В отдельную Партию В Медиакратическую Партию И Это Очень Плохо Безответственность Вообще Всегда Плохо А То Что Я Считаю То Что Два Президента Двух Ядерных Держав Самых Могущественных В мире Держав Встретились И поговорили Это Хорошо Господа До встречи В следующий раз Всего Доброго Редактор субтитров